всем привет сегодня 19 мая 18 день пути мы перенавочевали вот в этом месте 20 километрах от челябинска в челябинске немного потеплее чем было в кургане и вышими ну а у нас сегодня запланирована уфа 400 километров вчера мы проехали 280 выехали уже с обеда сейчас время 8 утра рассчитываем преодолеть сегодня это расстояние но на пути там стороне трассы будут несколько интересных городов вот сомнениях заезжать или нет посмотрим как по времени получится заедем ну вот впереди у нас чуть менее 400 километров интересных дорог едем дальше а вот эта дорога от челябинска до уфы ну по крайней мере этот участок который идет челябинска является автомагистралью что здесь максимальное ограничение 110 километров в час а с учетом того что плюс 20 можно практически 129 не нарушая закон но мы едем потихонечку едем 65 километров в час наслаждаемся пейзажами смотрим какие у нас машинки неизвестные обгоняют изучаем новые марки для себя но побалдели 50 километров и хватит у нас потихоньку начинает капать дождь ножник разошелся дорога узкая извилистая большие скопления на наши машины очень интенсивное движение очень интенсивное движение ножник не прекращается дорога узкая еще и какая-то пыльная судя по всему вот прямо да подъезжаем мясу поедем рассадимся он немножко в стороне ага два километра и у нас такая стела нам ездит мы едем дальше мы едем дальше большое озеро большое озеро шикарное просто уральские горы там же прекрасны как и саянские да так что ребята это надо видеть камера все не передаст мы едем дальше ну вот были мы в Азии а теперь и в Европе ура ура перед златоумством пошли опять очень затяжные подъемы три с половиной километра мы то думали уже все подцепились а нет вот так вот еще хребет еще выше хребет а вот на златоуст у нас поворот ну и все поворачиваем а спереди какой вид шикарный по дороге в златоуст такие виды открываются вот он он златоуст как написано на въезде город мастеров и златоуст домики вроде простенький но такие машины возле них стоят и эксперт и бетонные заводы пока мы не нашли ножи а вот ножи и сувениры от златоустовских мастеров открыто едем мы назад проехали мы практически весь поселок и кроме вот этого вот павильона ничего мы с клинками работающего не увидели все мы возвращаемся на трассу за машиной в принципе я думал что эти элитные клинки будут подороже даже был приятно удивлен что 2000 можно златоустовский златоустовский кинжал ну город конечно небольшой совсем завод исправительное учреждение какое-то или СИЗО или так вот ну а мы едем дальше возвращаемся возвращаемся назад с слотауста к автобусу таким у нас пейзажи уральские горы вот так мы преодолеваем перевалы попугайские 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 очень узкая дорога конечно для таких перевалов подъем на подъем нужно было сделать и две полосы подъем подъем кофе подъем кафе Это будет со стеллой. Почти забрались. Еще чуть-чуть. Тайка тут красивая. Еле прям такие с лапами. Охнатые, огромные. Очень высокие подъемы. Очень-очень по 7-10 км. Двухполосное движение. Конечно, могли бы на подъем добавлять полосу. Когда внизу кафе стояли, отцеплялись, ездили в Златоуст. Фуры тормозили. И у них тормоза дымились. Всем совет спускаться на скорости. Тормозить скоростью. Чтобы не перегревались тормоза, то можете без тормозов остаться. На автомате ставить троечку. На троечке спускаться. Иначе можно лишиться как минимум машины. Ну, а мы поднялись. Очень длинный подъем был. Извелистая дорога. Да, не зря эту дорогу называют дорогой смерти. Она так знаменита. Надо полагать, сейчас будет точно такой же спуск. Вот ребята поднимаются. Едут 20-30 км в час. Я включил третью передачу. И ползу потихоньку вниз. Кому надо, пусть обгоняет, несется. Мы поедем потихонечку. Находимся очень высоко. Деревья мешают. Увидеть, насколько мы высоко находимся. Ну, поедем потихонечку вниз. Едем дальше. Подъехали на заправку. Коверна, сувениры, рации продают, ножи. И с другой стороны тоже. Все в одном стиле. Духло орла. Так же. Ну, а вот они пошли в самогольный аппарат. Угу. Да, вперед еще чуть-чуть пройдите. Вот. Перестали появляться указатели. Подъема спусков. Протяженность. Проценты. Вверх-вниз. Едем вверх-вниз. Природа, конечно, красивая, но... Вот это отсутствие знаков напрягает. Нам слишком. Да, вот так вот тут и ездят. Хорошо, и скорость поедет. Ну, вижу, обгоняет по тормозам. Да, вообще, никакой культуры вождения. Культура закончилась где-то от полного года. В Красноярске. Перед Красноярска. Перед Красноярска, да. И чем дальше, тем сложнее с культурой вождения. Далека осадка. Такое озеро получается. Ну... Пока... Какая-то небольшая. Ну, и вот очередной подъем без знаков. Даже уже о камнепаде не предупреждают. Не было, не было знаков. Много какой-то водоем по кругу. Очень много рыбаков. Ну, она не рыбачит. Она не знает. Это спиннинг. Мы едем дальше. У нас снова дождик. Ну, на одном из подъемов. На хребте. Кафе, гостиница. Ну, и в ковчег какой-то на крыше. Заправьте, конечно, здесь оригинальные одна-другой. Снимем еще будут. Очередной затяжной спуск. Три с половиной километра. Ну, видно, что потихоньку спускаемся с хребта. Теплеет. Деревья зеленее. Вот почему-то такая опасная дорога. А с леерным ограждением, конечно, у нее беда. Есть, но кусками, местами. А так вообще без ограждения. Узкая дорога. Асфальт то вот такой чуть получше. То волнами, то рябью. В общем, вот это один из самых лучших участков. Ну, природа, конечно, здесь очень красивая. Сказочная. Да, Урал, конечно, очень красивая. Завораживает. Да, завораживает еще. Поворот на Юрюзань и речка Юрюзань. Юрюзань. Там еще разъездную дорогу. Решили отцепиться. В двух машинах будем, поедем. Тут еще и серпантины по несколько километров. А до сих порmate. Пока машин нет, услышите, нет. Пень оптиц. Ну, здесь теплее, конечно, заметно. вид шикарный конечно сюда спустились вы а практически сейчас будет пусть катав потом если верить карте небольшая часть равнины а потом опять у россии хребетку что это всего лишь небольшая передышка мы вяжем в усть-катар правда он стороне будет мы туда не поедем нам там делать нечего нам надо как можно ближе к уфе подобраться сегодня по возможности я что-то уже не это особо и не рассчитывает да туда доехать с такими перевалами нет сегодня куда доедем сегодня туда доедем там и остановимся на все с собой и рыночки регулярно появляются мы едем дальше брать здесь что-то кому-то я бы не посоветовал потому что мы заезжали в златоуст видели там ножи которые трогали пощупали здесь на одном из перевалов остановитесь быть выйти раз размяться посмотреть в общем откровенная подделка прямо откровенную потихоньку читаешь вы все спустились мы в долину проехали сварок на усть-катав еще один там еще один такой же еще больше рынок самогонных аппаратов поддельных ножей китайских дешевых навигаторов и китайских этих видеорегистраторов вот опять у нас перевалы пошли но это небольшой участок 50 километров блин не видно спуск обрыв а там внизу город ну вот на спуске с уральских гор нас встречает башкортостан спустились мы с хребта едем уже более ровной местности заправились заправочки башнефть по 39 10 интересно башнефть мы заправлялись в челябинске дешевле чем баштирия спустились с тех гор и у нас тут лето у нас луга цветут деревья зеленые чё в челябинске только-только начинала перед челябинском минус ночью в челябинске плюс 5 переезжаешь урал и резко у тебя лето ты просто попадаешь в лето а какой запах когда постепенно она вроде и не чувствуется а когда ты из ранней ранее весны резко попадаешь в лето на дышаться не можешь аж сладкий о едем дальше заводы на подъезде уфе одна из двух лет которая идет через уфу это белая подъезжая это безная дорога часть моста моста ремонтировалась вернее строилась так нас встречает упа уже стемнело уже больше часа можем найти до сих пор парковку модель объездили уже город заехали на другую сторону переехали в общем не можем ничего найти город оказался абсолютно не гостеприимный для авто именно для авто туризма нету нету как вот по трассе там других городах в том же красноярске до боксингом 5 километров ты можешь стать переночевать в душ сходить ничего найти пока пока она ничего найти не можем дай бог найдем если такими темпами пойдет отледим уже далеко от уфы и в уфу завтра уже в уфу не поедем